А вот тут еще Новый год не окончен. Да, вот это тоже бывает у нас. Я тоже в одном месте вчера шла. И тоже видела вот эти снежинки. Думаю, боже мой, ну почему же не убрать снежинки? Так, ну хотят, наверное, убирать. Думают, ну что их убирать, потом их еще будет. Давай зайдем в церковь Преображенского полка. Зайдем с этой стороны? Пошли. Или там перейдем. Как? А как скажешь. Пошли уже к церкви. Тут такие орлы прелестные вообще. А с той стороны они аж золотом покрыты. С этой стороны они вообще черненькие. А там золотые. Да, они как бы тоже восстановленные. А желудей-то, желудей. У нас уже... Смотри, какой дуб. Дуб, дубище. Урожай желудей. Урожайный год. И вот смотри, под каждым орлом, под каждой колонной, подсветка. Вечером я тут ни разу не была, но, наверное, очень красиво смотрится. И что это тут такое еще? Что это? Ну, какая-то резьба. Что там? Разглядела? Восстановлено все было. Были же просто решетки. Ты знаешь, в советское время не было вот этих, конечно, орлов. Конечно, орлов, наверное, не было. Их тоже восстановили не так давно. С собачками нельзя. Это вам тут не прогулочный парк. Смотри-ка, все дубы подкажены. Ага. Это прямо окружено дубами. А вот это каштан. Ой, каштанчики висят, смотри. Ага. Каштанчики. Ой, как красиво. Вот такой вотrad. Ото Каштанец. Ото сого. Ото сого. И в коем. Ото сого. батюшка знаешь это пашка леонид давай прочитаем про собор спаса преображенский собор история спаса преображенского собора неразрывно связано с историей россии нового времени и боевой славой и победами на том месте где ныне стоит собор прежде находилась съезжая изба гендерской роты преображенского полка поводом к строительству собора послужила о восшествии на престол елизаветы петровны 21 ноября 1741 года в этот день будущий императрица при участии преображенской роты начала свой путь к трону именно отсюда она обратилась преображенцам знаете ли вы ребята кто я и чья дочь кому же хотите верно служить мне ли государы неприродной или другим беззаконно похитившим моё наследие все собравшиеся единодушно присягнули елизавете петровне уже через несколько дней 7 декабря 1741 года вышел указ о строительстве храма который завершился к 1753 году в августе 1825 года возник пожар и первое здание собора сгорело но из него успели вынести все основные святыни храм славится своей уникальной оградой ее создание было приурочено к победе наших войск в русско-турецкой войне 1828 29 годов ограду соорудили из пушек добытых в кровопролитных боях с турецкой армией при взятии и крепостей измаила варны тульчи селистрии и других пушки были выделены в дар храму по указу императора николая 1 на стволах орудия сохранились вычеканенные гербы османской империи и на некоторых из них можно увидеть устрашающие надписи гнев аллаха гром извергающий дарю лишь смерть однако жерла пушек перевернуты вниз и связаны цепями в знак того что они уже никому и никогда не будут угрожать при соборе с 1871 года действовало приходское благотворительное общество которое содержало детский приют богодельную столовую школу для солдатских детей и бесплатные квартиры в 1912 году при храме было организовано братство трезвости и целомудрия каждый год 6 августа праздник преображения господня именуемый в народе яблочный спас у храма устанавливается традиционный фруктовый базар ребят повели в церковь курсантов с приходом советской власти храм из полкового стал приходским а знаменные военные трофеи хранившиеся в нем были изъяты и переданы в артиллерийский музей артиллерийский музей с 1950 года это исторические реликвии находятся в собрании эрмитажа во время блокады храм продолжал действовать и в нем не прекращались ежедневные богослужения подвале собора было устроено бомбоубежище благодаря тому что спаса преображенский собор из немногих храмов которые никогда даже в годы в они в огонь и не войн не закрывался для богослужений его интерьеры сохранились практически без изменений до наших дней святыни спаса преображенского собора главными святынями собора являются чудотворные иконы на аналои у правого клироса находится любимый образ петра первого икона спаса нерукотворного которая присутствовала на торжественном молебне 27 мая 1703 года при закладке санкт-петербурга образ этот был написан знаменитым московским иконописцем 17 столетия симоном ушаковым около 1676 года петру первому этот образ перешел от матери натальи кирилловны он брал его во все свои походы и даже нас метр на смертном одре не расставался с ним икона находилась у его изголовья последними словами государя были верую господи помоги моему неверию по завещанию петра первой икона петра первого икона пребывала с ним и при его погребении потом святыню поместили в домик петра первого спаса преображенский собор икона спаса нерукотворного была перенесена в 1938 году из троицкой церкви на стремянной улице древний образ еще одна святыня древний образ божией матери всех скорбящих радости находится на аналое у левого клироса икона прославилась как чудотворная в 1648 году после исцеления родной сестры патриарха иоакима евошимии великая княгиня наталья алексеевна родная сестра петра первого 1711 году переезжая из москвы и петербург взяла этот образ с собой как благословение молодой столице во время войны с турками икона была в рядах русского войска после возвращения государя столицу образ был помещен во храм воскресения христова во дворце натальи алексеевны позднее на месте этой церкви был выстроен новый храм освященный в честь иконы всех скорбящих радости множество людей приходило поклониться святому образу часто перед иконой молились члены царствующего дома ее богато украшали царевна наталья императрица екатерина вторая графиня головкина граф шереметьев после закрытия церкви во имя иконы всех скорбящих радости в 1932 году святыня была перенесена спаса преображенский собор где припыла пребывает поныне другие особо чтимые святыни собора образ святого великомученика целителя пателемона частицы мощей иконы святителя николая чудотворца образы перед пресвятой богородицы знамения утолимая печали казанская соборе сохранился склазень часть алтаря походной церкви подаренной в 1900 году полковому лазарету великим князем константином константиновичем он находится у северной стены храма в пределе климента римского и петра александрийского мы правда брюках но сейчас не очень сильно за это ругают и может быть там есть юбочки которые можно надеть то смотрю девочки в брюках все а что-то сегодня здесь такое происходит интересное смотри ка а не счет все нам повезло сказали поздравляем вас мы потом подойдем к той куне конечно сейчас вопрос мы с тобой сегодня попали с военными у меня так всегда получается самое интересное когда подхожу начинается самое интересное я тоже так часто у меня тоже так часто происходит но даже красивую братство сколько цветов пошли всех скорбящих радость господни да наверное мне кажется там чьи-то мощи да принесение мощей там написано было принесение мощей ложный колокол попраться видишь купол закрыт пока лесами или чем-то видишь купол закрыт но не дореставрировали еще и он не 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 У нас успение Христовой Богородицы это победа над смертью, поэтому ее называли часто Богородичной Пасхой, Второй Пасхой, Первая Пасха Христова, а Вторая Божья Матерья. Богатая церковь, красивая. Да, это просто Преображенский полк жил, но на собаках послушали, думалось, что эти полиции возрождаются, как раньше, приходили военные в храмы, и сейчас, видишь, возрождаются вот эти храмы. Да, может быть, это просто Богородицы, невероятно, как мне нравится, это ВНБ, это вот Бортензия же, да, с рот, так нежно, просто невероятно. Продолжение следует... Иоанн Кронштадтский и моя любимая Ксения Петербургская. И вот здесь смотри какой вид, очень красивый получается. Ты помнишь, мы туда заходили с Наташей Кабуковой и там вот такой был луч солнца. Уже забыла. Это было год или два назад, когда она, Паша, приезжала? Приезжала, да, в том... Нет, поза том году. Мы тогда ходили все вместе, помнишь, втроем? Но мы шли тогда с другой стороны, с мазаичного дворика. И вот это Пантелеймоновский, здесь вот это Панекрасовый, и как раз вот этот храм и Пантелеймоновский, они как бы образуют, видишь? Посмотри, какие орлы здесь золотые. Да, эти орлы золотые. А вот это пушки повернутые жерлами вниз. Взятые при русско-турецкой войне, во время русско-турецкой войны. Прямо тут видишь? За турецкую войну. За турецкую войну. А их несколько было турецких войн, я скажу, ну, не знаю, какой. А там написано было. Ну что, нам здесь где-то надо перейти. Посмотри, посмотри, какие. Они очень красивые. Они очень красивые. Золотые. Там юморчиков и наносят же, да? Не знаю. А, слушай, так это клеймо на пушках, значит. Это клеймо турецкое, да, я уже прочитала. Что, да, ты прочитала. А вот 1828-1929. 1828-1929, вот это война. Ага, очень красиво. Очень красиво.